всем привет сегодня позанимаемся в этом видео пластиком взял самый конченый кусок от этого автомобиля именно убитый по пластику на нем покажу что можно сделать по максимуму чтобы по минимуму применять шпатлевки на таких вот элементах в чем кайф работы пластика толщина у него ну миллиметра три четыре самых тонких местах и порядка миллиметра полутора с пластика можно смело снимать царапины как правило больше глубины и не достигает поэтому мы можем их принципе смело счетливать разве что некоторые самые глубокие но придется допустим под шпатлевать либо же нарастить потом какой-то торец чуть-чуть под под нарастить если он у нас вдруг стерся здесь был ремонт я производил сварку ничего по сути интересно тут простое показывал на заднем бампере от этого автомобиля кто смотрел ссылку оставлю в описаниях либо всплывет подсказка последней части видео что нам нужен для работы будет я возьму восьмидесятку старенькую чтобы она чуть-чуть была подзабитая либо же новую 120 но ремонт можно начать из восьмидесятки если вы будете работать исключительно на свободном эксцентрике здесь я буду работать на эксцентрика орбитальной машинке поэтому взял чуть-чуть такую под поджившую восьмидесятку либо же 120 потому что она тупо ну просто лучше лучше рвет скажем так работа будет выглядеть следующим образом там где есть царапины и на варень шов я буду снимать вообще в ноль по максимуму именно этим наждаком как только я увижу что царапки уходят выходит я переобуваюсь на более мелкий наждак и дорабатываю то есть я мне нужно вывести пластик на вот этой машинке под 180 далее можно доработать 240 на свободном эксцентрике и в принципе мы готовы в грунтование если же конечно ничего не нужно будет шпатевать смотрим что получается приступаем к работе об этой машинке уже много говорил скажу еще в этом видео это фестул ротекс его тут ротекс написано модель ro 150 это диаметр подошвы f и q я вообще не знаю что это обозначает у нее есть два положения вот так вот вниз нажата это эксцентрик у нас свободный вот так эксцентрик у нас заблокирован и вращается вместе с тарелкой вот и все таких именно моделей как бы у разных компаний существуют макиты точно существует говорят у рупеса есть еще у кого-то чего-то по поводу макиты может быть если виталька там даст на пробу пришлет такую машинку она чуть дешевле чем ротекс фестуловский покажу что он и к чему ну в общем есть у разных производителей поэтому кто хочет подешевле ищите варианты но реально фестул кто знает инструмент рабочий работает работает на свои бабки но дорого примерно 600 долларов приступаем малые обороты на единички потому что пластик здесь именно перегревать вообще нельзя лучше отработать осторожненько аккуратненько потихонечку еще забыл сказать что после того как есть чище вот этот шов я так смотрю по форме что может быть скорее всего даже так скажу придется нагреть феном и поправить плоскости потому что был сильно порванный я его когда собирал он на места идеально не становился минут пять не более заняла работа с восьмидесяточкой из того что явно видно вот здесь из-за царапины чуть-чуть пошла вмятина пороги надо прогреть изнутри подтолкнуть и вычислить здесь царапки в принципе убрались полностью сто двадцаткой сто восьмидесяткой пока дойдем когда работаем они уйдут то есть допиливать в ноль восьмидесяткой смысла нет можно проточить много тем более посмотрите внимательно вот этот торец уже в этом месте там где он был придавлен он начал уходить на на утоньшение надо подварить еще вот тут пластик сразу не увидел обязательно сделаю плюсом надо скорее всего прогреть и эту полку и ее выровнять потому что кроме того что я чуть подточил она еще и кривенькая также надо погореть вот эту зону и поставить ее всю на место будут ступенька получается дальше ровно ковроги и вот тут просто бугор вот такой вот то что тут была вырванная часть крепления то есть тоже греем садим с пластиком работает ну ничего как такового сложного чуть-чуть его нагрели так чтобы он стал податливым взяли любые подручные средства бруски и колодки отвертки ручки от отверток шпателя все что угодно там где вот где-то не подлезешь чем-то кусочек выбрал положил придавил прогрел можно взять водичку поливать чтобы остужать быстрее было то есть тут все средства хороши но самое главное в работе тут будет просто фен который нужно прогреть работать с пластиками лучше точечно то есть берем участок отработали с ним остудили его перешли на следующий кусок греть все сразу абсолютно бесполезно с какой стороны греть тут надо определяться откуда мы будем давить та часть откуда мы будем давить лучше сильно не перегревать греть его надо двух сторон но перегревать ту сторону от которой работы будет меньше всего то есть я допустим хочу сначала вытолкнуть вот эту ямку поэтому перегревать и буду снаружи подогревать как бы с двух сторон фен на максимум в идеале конечно с температурой ну как обычно надо было срочно пошел в магаз купил что есть то есть и греть надо не до того состояния пока он начнет течь или станет жидким поплывет просто подогреть он станет податливым начинает потихоньку меняться вот этот цвет то есть шершавинки которые я сделал наждаком они пар подплавляются это хороший признак значит принципе еще секунд 10-15 изнутри чуть-чуть снаружи чуть-чуть и можно работать он уже вот он то есть вот эти ворсинки мы все сплавили их можно сказать метро сейчас подогреваем чуть-чуть на наружку потому что зона работы может оказаться не запланировано больше и хорош теперь смотрим что мы можем я снаружи приложу брусочек ровненький и мне нужно а его так покажу то есть я изнутри просто выталкиваю хотя брусочек пока даже не буду прикладывать я изнутри выталкиваю вмятинку рядом с сварочным местом по чуть-чуть сильно не надо то есть за один раз не надо толкать можно перетянуть порвать тем более с учетом что тут сварочка у нас а по теперь прикладываю и как бы проталкиваю не идеально надо наблюдать что мы не делаем я не исключаю что тут при этом ремонте где-то будет шпатлевка потому что тут ремонт ну такой сложен рванина была и кусок выколотый ну по крайней мере шпатлевки будет настолько по минимуму что за работу хотя бы стыдно не будет она не будет лучиться когда там камнями и и будет мыть этот порог то есть шпатлевка будет лежать только в самых глубоких именно кратерах всего форма уже можно подтачивать будет но тут еще надо поработать вот в этой зоне чуть-чуть вот этот вот расстояние уходит продавлено в этой зоне еще поработаю подогрею снаружи потолка потолка потому что тут получается бугор тут ямка тут по плоскости все хорошо то же самое давайте тут покажу тут в принципе вообще элементарно тут греем только снаружи потому что внутри не залезть мешают опоры внутри тут хоть бы залезть рукой чтобы потолка также грею до состояния пока у меня ворсинки мои проплавятся грею сразу всю зону чтобы локально не перегревать начинает уже подходить здесь уже берем и именно локально конкретно на наших трещинах таких вмятина перегреваю вот тоже без фанатизма иначе можно пережечь пластик он тут станет крупным потом туда инструментом не подлезть я подлажу рукой пальцем этого более чем достаточно только надо быть в перчатках потому что пластик очень горячий это сейчас возьму пирометр посмотрим до скольки я нагреваю при работе нам надо чуть-чуть подать чуть-чуть его подать вверх чтобы вот эти царапки которые у нас утопили пластик вовнутрь стали даже можно чуть-чуть наружу мы вытащим наждак нам ты блин горячо наждак нам поможет в этом деле все в принципе все я взял пирометр сейчас посмотрим до скольки нагревается пластик до такого состояния при котором мы начинаем с ним работать мне аж самому интересно никогда не задавался этим вопросом просто есть ограничения по температурам у пластика откройте в интернете они как бы в открытом доступе все эти таблицы до которых пластик можно нагревать после которых пластик становится текущим и после которых пластик становится невозвратимо по своим характеристикам хрупким короче убиваем пластик в принципе при такой вот оплавки я уже начинаю работать берем пирометр 113 тут в два раза меньше ну ладно 130 возьмем даже до два раза меньше температура чем температура а он уже видите такой хоп-хоп податлив чем температура при которой пп пластик погибает погибание пластика у этого начинается там за за 400 взяли брусочек подровняли конточек подержали так он чуть-чуть ему надо чуть-чуть буквально остыть все дальше он свою форму уже не поменяет можно ждать пока он полностью остынет и начинать работать с наждаком вот за это я люблю работу с пластиком с ним можно сделать что угодно также как их точки любят работу с металлом они считают что с ним можно сделать что угодно и у них это получается не у всех правда на получается все порог готов к мелкому шпатлевание вот этих отпор точечек потому что было в это небольшой кусочек можно еще положить пруток проварить его исчистить но тут очень много их и времени потратиться на это дело гораздо больше нежели тоненько пробежаться из них ничего не вывалится ничего с ними не случится ну вот еще порка осталась одна надо очищать тут я уже не стал порядок действия был такой 80 120 180 и я пробежался 240 просто не пошел на склад 320 лежала на столе пробежался весь порог остаток потому что порог идет в грунт весь кроме внутренней части потому что там резинка мы ее защитим в принципе все с работы по пластику тут закончили как шпатлевать не вижу смысла собой показывать перед тем как шпатлевать еще очень важно вот что как бы важно взять красный или зеленый скотчбрайт они крупные и вот эти поры там где будет у меня шпатлевание против по ним поелось чтобы в самой внутри поры под замотовать она там глянцевая эта часть точно также перед грунтованием дома то и вот эти стрелочки пластик он хорошо мотует все обезжирим прошпатлюем перетрем еще раз вот этим перетрем обезжирим и можно в принципе грунтоваться поэтому работа с пластиком она мне честно говоря нам нравится больше чем даже работа железа в плане что там стучать рихтовать мне на как-то больше по душе линии принципе отбил но сейчас их тут еще так не видно но когда работаешь и видно грунта я тут само собой подложу два таких плотных слоя чтобы можно было чуть-чуть тернуть понятно внизу на пороге эту линию никто не увидите муля на округлая но она не должна быть вот такой вот допустим да она должна быть прямой то есть округлость все равно видно и она должна быть прямой греем подталкиваем подгибаем наждачком стираем благо что тут есть стирать и шпатлевки на вы сами видите по минимум хотя порог был реально ну в говнину ушатанный в принципе можно сказать на выброс вот этот вот кусок вот этот вот он отсутствовал как бы он присутствовал отдельно но он был весь кривой загнутый вот тут получи сходились снизу тоже все разорвано вырвано и он был в плотники пожалуйста час работы без учета сварки и мы имеем в принципе порог готовый грунтование как это так всем спасибо за внимание вопросы в комментарии там пообщаемся всем пока